Привет! Среда маленькая пятница, а с тобой универньюз и я Лилия Равилова. Смотри, что мы подготовили для тебя сегодня. Лилия Кох посетила КФУ и провела встречу в стенах Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Вопрос, который будоражит общественность – читает ли молодежь? Россия и Америка в рэп-противостоянии. Каждому из нас неоднократно приходилось слышать, что современная молодежь читает существенно меньше. Об этом уже столько всего сказано. И педагогами, и психологами, и родителями изобретаются все новые и новые способы увлечь детей чтением. Почему данная проблема получила глобальный характер, выяснила Аделя Шамилова. Привлечение внимания общественности к проблеме невысокого интереса к чтению детей и подростков продолжает волновать научную общественность России уже много лет. Представители научных кругов продолжают бить тревогу. Ведь необходимость приобщения детей и подростков к чтению уже получила глобальный характер. Многие считают, что всему виной слишком быстрое развитие цифровых технологий и всемирной сети. Но, как выяснилось, нет. Не стоит забывать, что интернет – всего лишь способ оперативной передачи и сохранения информации. Более того, всемирная паутина является настоящим побудителем к чтению. Так к чему причина нерадостной тенденции? Попробуем разобраться. Не секрет, что сегодня во всем мире наблюдается кризис чтения. Особенно кризис чтения среди молодого поколения родителей. Дети читают в основном в школе. И порой внушительный список литературы способен стать настоящим вестником апокалипсиса. Как часто изучение интересного произведения превращается в настоящее мучение. Попытка донести до сознания молодежи вещи, которые ей объективно непонятны в данном возрасте. Например, душевное терзание Андрея Болконского или Раскольникова не вызывает ничего, кроме раздражения и обиды. А желание учителей навязать еще и свой взгляд на эти вещи только усиливает неприятие. Продвижение чтения в России – тема сложная и требует к себе большого внимания. Каковы цели, задачи и перспективы развития юношеского чтения, а самое главное, на какие результаты можно рассчитывать, все это и не только обсудили в Казанском университете. На площадке Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого. Генеральный семинар по продвижению детского чтения проводится на базе Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого не случайно. Потому что мы самый крупный филологический центр в Приволжском федеральном округе, ну и, пожалуй, во всей Российской Федерации. Далеко за пределами России и за рубежом известна Казанская лингвистическая школа, Казанская литературоведческая школа, кому как не нам говорить о проблемах продвижения детского чтения. В одну из задач научно-практического семинара вошло формирование предпосылки для позитивных изменений. Также в повестку дня вошло обсуждение широкого круга проблем совершенствования национальной и региональной политики в сфере чтения, поддержки русского языка и развития медийно-информационной грамотности. Приглашенные гости еще раз напомнили участникам семинара о социальной ответственности таких профессий, как библиотекарь, педагог, в отношении будущего поколения. Какое мы растим поколение, какую оно будет создавать реальность, выяснить все это крайне необходимо, чтобы как минимум осознать, какими глазами новое поколение взглянет на ближайшее будущее. Казанский федеральный университет посетила Лилия Кох, дипломированный психолог, лайф-коуч и мастер нейролингвистического программирования. Она провела встречу с казанскими журналистами и студентами. О чем говорил гости КФУ со зрителями, смотри в следующем сюжете. Встреча в шоуруме Казанского федерального университета была не просто лекцией известного психолога. Лилия Кох вела беседу с аудиторией. Главная идея разговора – это работа над собой. Значительный блок ее работы с аудиторией – это разговор о качествах журналиста. По ее словам, он должен обладать навыками профессиональной трансформации. Беседа шла о журналисте не только как о профессии, но и как о призвании. Это профессия, которая просто образ жизни. То образование, которое вы получаете сейчас, оно вам настолько расширяет ваши рамки во всем. Вы можете не работать журналистом как таковым, вот в каком-то таком, скажем, традиционном понимании. Это уже огромный навык и огромный ресурс для вас, чем бы вы потом не захотели заниматься. Такие гости, как Лилия Кох, значительно улучшают рабочее качество журналистов. Для студентов это возможность освоить некоторые навыки еще до профессиональной деятельности. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универ Ньюз. «Быть в телевизоре всегда лучше, чем сидеть перед ним», – сказал однажды известный американский актер Хоакин Феникс. Именно так считает герой нашего следующего сюжета. Все подробности в сюжете Анны Глазуновой. Камеры настроены, микрофон подготовлен, свет выставлен, звучит команда «Начинаем». Стартовал второй этап кастинга ведущих на Универ ТВ. В коридоре вместе с пришедшими студентами переживаешь волнение. Все они с разных институтов Казанского федерального университета. Многие из них – будущие учителя, математики, химики, по сути, не имеющие никакого отношения к журналистике. Но сюда их привела любовь к общению, камере и желание стать частью команды «Универ ТВ». Мне всегда нравилась сфера журналистики. Я хотела попасть на телевидение, но свою жизнь решила просто связать с педагогикой. Волнуюсь немножко, потому что это первый раз, но в принципе мне интересно, то есть я ожидаю своего выхода. Мне это очень нравится. Просто я когда вижу ребят на сайте вашем, вконтакте, в паблике, Мне очень нравится именно, как вы светитесь, что вы делаете, и я решила попробовать тоже. Я вообще не готовилась. Я думаю, что экспортом получится лучше. Примерить на себя роль ведущего смог каждый. Кастинг проходил в формате общения, где ребят и девушек просили рассказать о себе, своих увлечениях, об опыте работы, а также записать приветствие программы «Универ Ньюз». Мы поинтересовались у ребят, каким должен быть идеальный ведущий. Он должен быть добрым человеком, чтобы его доброта, она прямо искрилась из него и светилась, и он заряжал этой добротой, счастьем со зрителями. Скорее всего, хорошая дикция, неплохая внешность, как минимум, ну и, наверное, харизма. Без харизмы, кто будет на человека смотреть? Результаты кастинга будут объявлены в группе ВКонтакте студенческого телеканала «Универ ТВ». Совсем скоро на экранах нашего канала ты увидишь новые лица. Именно они стали лучшими из лучших. Анна Глазунова, Роман Самарин, «Универ Ньюз». В ночь с 15 на 16 октября по московскому времени в Лос-Анджелесе прошел главный рэп-баттл года, в котором российский рэпер Оксимирон выступил против американца Дизастера. Турнир World Domination, на котором прошел баттл, организует канадская площадка King of the Dot. Оксимирон стал первым русскоязычным исполнителем в истории площадки. В сентябре Оксимирон впервые проиграл в оффлайн-рэп-баттле с Моди Крайдеру Гнойному, чем в результате вызвал лишь дополнительный рост собственной популярности, а главное вывел на аванс сцену еще одного яркого персонажа, на которых русский рэп в последние годы особенно богат. В ночь на 16 октября по московскому времени в Лос-Анджелесе прошел рэп-баттл между Оксимироном и американцем Дизастером. Баттл проходил на английском языке с вкраплениями русского, немецкого и арабского. Судей в нем не было. Кто победил, каждый выбирает для себя. На самом деле баттл довольно-таки интересный. Что примечательно, Оксимирон выступал на новой для себя площадке, да и вообще в принципе в новом для себя стиле, и он наконец-таки избавился от рубашки. Вот скажи мне, американец, что он сделал? Первый скрупулезно сочинял свои куплеты, выстраивая внутреннюю драматургию. Второй делал ставку на стереотипы о России, которые себя уже и жили. В третьем раунде деморализированный Дизастер признался, что выдохся. Стоит отметить, что сам Дизастер в социальной сети Твиттер признал свое поражение. Было заметно, что Оксимирон читает не на родном языке, то есть акцент был. Было понятно, что на русском он еще сильнее. Но, однако, если оценивать здраво качество панчей, их мощность и соотношение смешных панчей, и соотношение качественных со стороны таких серьезных, мощных, которые затрагивали реально важные темы, то мне кажется, Оксимирон победил действительно, хотя большинство, 80% людей из России тыкают на кнопку «Оксимирон победил» только потому, что он из России. Оксимирон, как по мне, сделал сильную читку только когда он читал свою русскую часть на русском. Но, к сожалению, это не было понятно аудитории той, которая англоязычная. И, как по мне, это тоже небольшой провал. Несмотря на то, что он показал свою технику, он остался непонятым. В данном конкретном случае русская школа баттл-рэпа, растущая все-таки из традиционного стих сложения, оказалась объективно сильнее, особенно на фоне попыток американца читать по-русски. После баттла с Дизастером Мирон уже не просто техничный рэпер, а одно из ярких явлений русской культуры, пригодных, что важно, для конвертации на международный язык. Тем интереснее, куда артист, уже заявивший о желании взять перерыв в баттлах, двинется дальше. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюз. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш выпуск. С тобой была Лилия Равилова с хорошими новостями Универ Ньюз. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова